Я рад приветствовать королей и королев на канале Дмако. Меня зовут Станислав и сегодня мы с вами продолжаем править своей суровой, а также мудрой рукой в игре под названием Rings. Как вы видите, это совершенно новая игра под названием Её Величество. До этого мы были Его Величеством, теперь мы будем Её Величеством. Надеюсь, королева из нас получится очень прекрасная и не такая напыщенная, как сам король. Но перед тем, как мы начнём, я бы хотел поблагодарить человека, подарившего мне эту игру. Огромное тебе спасибо, Каит Эшион, за такой клёвый подарок. Честное слово, подарок получился очень внезапный и очень приятный. Как раз и про эту игру я уже начинал подумывать, а не прикупить ли её. И бах, мне подарочек пришёл. Огромное тебе ещё раз спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, приступим. Что это было? Что это было только что? Прикольно. Так, я тоже буду с ним общаться временами. Постараюсь, конечно, не часто это делать. Да чего же роскошная у нас получилась свадьба? Каково это быть моей королевой? Я превосходно. Я вас не знаю. Я вас не знаю. Я вас не знаю, знать не хочу. Подождите, дайте мне управлять-то. Я управлять хочу, а как управлять? Что мне надо нажать? Так, так, я... А, во, превосходно. Понял всё. Превосходно. Я вас не знаю. Я вас не знаю. Как какой-то воркающий голубь. Ну ладно. Ну что вы, привыкайте. А, привыкните. Моя мама привыкла. А у нас есть графиня Иоанна. Она обо мне всё вам расскажет. До скорого. Так. Ладно. Фу. Они все будут так разговаривать. Я понял. Они все будут так разговаривать. Ах, какая же молодая наша королева. Зовите меня матерью. Это большая честь для меня. Графиня Иоанна. Так. Что-что? Нет. Эм, нет. У нас такая... У нас избалованная будет королева. Она такая, фу, какая гадость. И вот типа того. Ну и, конечно же, её за это разопнут на пером же кресте. Ну, конечно. Графиня Иоанна. Этого вполне достаточно. Мне выпала честь научить вас жить при дворе. Поддерживая баланс. Так, баланс. Да-да. 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 Вы должны быть добродетельной, но гибкой. Состоятельной, но скромной. Служить народу, но быть верной. Идея монархии. Я справлюсь. Мне всё равно. Ха-ха-ха. Мне всё равно. Мне всё равно. И сразу же все... У нас все значения были порезаны. Ха-ха. Шикарное начало. Так, она покидает вас, чтобы вы могли принять первые королевские решения. Так, давайте-ка мы так и... Всё, да? Это, наверное, какой-то английский граф, наверное, ко мне приехал сегодня в гости. А может быть, нет. Стефанио де Кроки. А меня зовут Елизавета. По-моему, красивое имя для королевы. Сегодня мы принимаем гостей с запада. Моя королева, дадите мне совет о том, как произвести хорошее впечатление. Так, конечно. Делайте свою работу. Заткнись и работай. Интересно, кто он такой? Ну да ладно, делайте по-свою работу. Конечно. Мы же... Да нет, как так-то? Ага. Я так и думал. А приветственный подарок, он должен быть дорогим или личным? Так, ну, наверное, личным. Дорогим. Давайте личным. Дорогим, не по карману. Личным. Толстно. На западе бы почитают скромные или уверенные приветствия. Я думаю, что, наверное, скромные. Они такие уверенные. Скромные, наверное. Скромные. Нет, 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 нет. Так, что-то, что-то мне этот Стефанию сейчас доведет до первой смерти. Я не хочу, у нас еще год не прошел. Не беспокойтесь. Мне уже рассказали, что нельзя делать. Ни в коем случае нельзя перебивать. Отказываться от еды. Перебивать, конечно. Собака такая, кучерявая. Как ты смел вообще королеве подставить такую подножку? Не знаю, о чем еще спросить. Полагаю, я готов принять гостей. Удачи. Посмеемся, конечно же, найдем. Подло в спину. Конечно, все, что вы ему сказали, было неправдой. В смысле? Да все правда, как есть. Меня папенька учил. Несостоятельность королевской семьи обрекла страну на погибель. Не следовало нам соглашаться на королеву-чуджистранку. Баронесса Портуньска. Портуньска. Это как-то так генерал был, да? Генерал какой-то тоже был. Что? Что? А-а-а, линчевание! Город разграбленный. Вы выходите замуж за генерала-захватчика в обмен на мир. Он никогда не научится вас понимать. Но... Я мое. Спляк-пляк. Первая слеза, оброненная моей королевой. Что поделать? Ну ладно, давайте пробуем еще раз. Так, наша королева умерла. Елизавета. Ха-ха-ха, недолго она жила. Два года всего. По-моему, они захородили игру, вам так не кажется? Так, что такое? А, я... А-а-а, вот как это выглядит, да? И что? Так и что вы х... А-а-а. Я крутить должен? Офигеть. Специально так сделано, что ли? Ну вот мы давайте на второй, следующий. Роксана. Вторая королева. Я просто не понял, как ты тут все так сделаешь. Ну необычно же, да? Необычно. Оказывается, здесь тоже можно отматывать. Елизавета скончалась. Исполненная горечь, и... И битвы за ее корону не суждено прекратиться. Битва. Королева Роксана была избрана, чтобы укрепить отношения с Западом. Новая страна может ее не принять. Опять ты, да, вот, короче, предательский кучерявый хрен. Я тебя так буду называть. Вместо Стефано. Ты будешь предательский кучерявый. Кто-то прислал вам букет красных маков. Кто именно, я не знаю. Хотите их принять? Так, а я уже замужем? Интересно. Наверное. Да, почему бы и нет? Это приятно. Среди цветов обнаружена записка с лучшими пожеланиями, лесная госпожа. Какая в смысле? Че? Окей, ладно, окей. Дудня, пья, дед, аптё. Эптюхуй, нехуху. Селяне недалекие язычники. А уж какие суеверные. Считаю, что красные предметы дурной знак. А, получается, всё понял. Короче, красные предметы будем принимать, люди будут недовольны. Понимаю. Как это глупо. То есть, ещё надо смеяться над ними, и у нас вообще всё упадёт к чертям. Понимаю. Она не из Японии случайно приехала? Ка-ва-и! Служанка Грейс. Вы верите в лесную госпожу? Я до сих пор иногда оставляю для неё на подоконнике цветочные лепестки. Да, я верю. В кого? Чего? Ну, мы так, мы стараемся балансировать, чтобы церковь тоже там не перегнула, как говорится, палку, сами понимаете. Мы хотим побольше прожить, чем в первый раз. Это древняя королева. Она живёт в священном лесу, окружённой жрецами, и ждёт момента, чтобы вернуться. Не нужно нам никого. Я единственная королева. Я не ожидал, что люди сразу так поймут. Хотя они могли бы меня воспринять как королеву, да, лесную? Типа, я переродилась в виде вот этой королевы. Да, надо было, наверное, всё-таки по-другому себя повести. Наконец-то новая королева! Позвольте продемонстрировать вам, как низко я могу поклониться. Чалом бьёт. Вот, смотрите. Продолжайте. Прошу, не надо. Типа, скромности, да? Прошу, не надо. Смотрите. Продолжайте. Может быть, кстати, он, походу, за армию отвечает. Этот хмырь отвечает чисто за армию. Потому что он в прошлый раз меня подставил армейский. И в этот раз. Если мы, прошу, не надо, типа, мы скромные. Да, нам не надо. Уймитесь, сир. Я с ним полностью согласен. Мне нравится лежать, нить. Хе-хе-хе. Я Стефаня Аде Крокей. Ваш казначей и придворный церемонимейстер. Так вот он кто, оказывается. Спасибо. Мне нравится... Сколько это? Мне нравится, что он, типа, он говорит... Мне нравится лежать... То есть он любит присмыкаться, да? Спасибо. Крайос из-за... Так, кардинал... Раппопорт. Раппопорт. Странное какое-то имя для кардинала, мне кажется. Пока вы так и не подарили королю наследника, возможно, это из-за ваших грехов пожертвовать церкви крупную сумму. Вы знаете, мы с королем просто редко, как говорится, редко. Но метко. Скоро будем. Блин. Что-то я не сильно хочу дарить им деньги. Вы знаете, я... Я не оставляю попыток. Да. Но мы молодые и делаем это каждый вечер. Завидуете нам? Как неожиданно и резко. Какие звуки. Так, мы, получается, с вами прожили пять лет, да? Первая отметка была в пять лет прожить. Ура! Пять лет нас не повесили в первый год жизни. Выходя к народу, наденьте зеленое платье, ваше величество. Помните, красный цвет здесь считается непристойным. Ладно. Посмотрим. Ха-ха-ха, королево такая. Посмотрим, кто тут чё, кого, какой красный. Труселя-то я надену красные всё равно. Ладно. А, чё вы? Король у меня такой. Мне, походу, игривый король попался. Он всё время у меня урчит под бочком. Какой-нибудь такой вот король. Королева ждёт ребёнка! Где же наш придворный лекарь? Ведь он у нас точно был. М? Что? Что? Подожди, подожди, подожди! Неужели сейчас я умру? Есть ещё... Всех вроде там есть всё нормально всё. Я же вижу по значениям-то всё хорошо. Что обычно к смерти ведёт? У-у-у! Я король, я рад! Посмотрите, как я прыгаю! У-у-у! Ладно, хватит играть. Звучит не особо приятно. Вам так не кажется? Произвести ребёнка на свет было тяжело. Настолько тяжело, что вы покинули этот свет. Что? Королевство слегка оскорбит. Ну, слегка. Мы немножко скоробим. День траура и хватит. На помойку её тела. Что за фигня вообще? Всё было нормально. Всё шло по плану. Всё шло по плану. Ну, почему она умерла? У меня же там ещё были значения. Ну, вот ё-моё. Короче, нельзя. Значит, я понял. Нам нельзя, дорогие друзья, с вами вместе отказываться от церкви. Призвать на службу жрицу, которой у нас, походу, и не было, поэтому я и отъехал. Привести отряд коронации. Обряд коронации, простите. Обряд коронации. Исследовать запертую башню. Вот, кстати, вот это мне очень нравится. Роксана Дива скончалась в муках, так и оставшись на веке романтической героиней. Королева Лотоя взошла на трон во время народных недовольств и назревающих беспорядков. Вообще, сейчас музыка в игре очень странна. Она то есть, то её вообще нет. И практически всегда тишина. Ну, ладно. Так, сестра Годива. А может, она и есть жрица? Ты можешь сожриться-то? А? Простите, но ваши персии... Пере... Персии? Перекатываются под платьем, как спелые дыньки. Умоляю, прикройте. Это то, что я подумал, да? Ваши персии? Смотрите, как она описывает это. Ваши персии, как спелые дыньки. По-моему, эта женщина... Что-то ты... Шалишь, наверное, когда одна остаёшься, а? Ну, смотрите, мы, короче, если согласимся, то мы по-любому церковь ублажим. Народ, может, будет недоволен. Давайте откажемся. Будем играть нашими дыньками. Переспелыми. Миледи, какое платье вы изволите надеть сегодня на прогулку? Красное или зелёное? Служанка Грэйс. Так, а зелёное мы помним, да? Народ будет, ээ... Типа, доволен, а красный недоволен. Зелёное. Народ будет доволен. Но, возможно, армия будет недовольна. Возможно. А вот тут интересный момент. Церковь будет ли довольна от красного платья? Давайте попробуем красное. А-а-а-а! Иди ко мне! Нет! Я думал, что церковь будет довольна. Типа, народ нет. Думаю, мы как-то сравняем его и всё нормально с землёй. Получается, нет. Ох, я забыл, а! Зелёный официальный цвет королевства. Он делает нас сильнее. Не всегда можно поступать так, как хочется. Маманя! Мам! Вы что-то постоянно не договариваете? Вот она реально постоянно что-то не договаривает. Из-за вас меня убивают? Это, по-моему, не особо-то айс. А-а-а! Вы шутите? А-а-а! Я, Канал! Я, я, я! Убзи! Герцогиня Орла. Это, наверное, моя подруга местная, да? Герцогиня Орла. Значит, вы собираетесь принимать настоящее решение. Не слишком мне дерзко, да молодые королевы. Да как ты смело! Ты меня будешь полымать до конца своих дней своим платьем. Не вашего... Во! Во! Вот это прям вообще по мне. Не твоего мать дела! Запомни это! И по щеке его так хлистануть. Как оно смело вообще! Сурсея вон сожгла все к хренам из-за дерзости. Всю септу к чертям. И я сожгу! Ладно, давайте. Да! Весьма нестандартная модель поведения для королевы. Идем уже сюда что-то вас. Сюда чуть и вы. Так, молчай, пован! У нас такая истеричка будет. Латоня у нас будет истеричка. Так, зато мы мощь мощь наращиваем. Мы военную мощь наращиваем. Вы чувствуете, да? Как бы каждое грубое решение наращивает нашу мощь? О чем все, Эрбор? Вам надо просто подчиняться моей жене. Чего же проще? Что в этом дурного? Кстати, он правильно рассуждает. Дурного? Любовь моя, вот, любовь моя. Пойдем делать детей. Дорогой мой, я никогда не привыкну, о чем ты разговариваешь в своем алкогольном бреду постоянно. В конце концов, она должна быть богиней, чтобы по-настоящему править моим королевством. Продолжай, милая. Я люблю тебя. Ух ты, спасибо. Ключевое, ключевое слово. Богиней. Ух ты, спасибо. А что, короля нельзя было поблагодарить? Ты же любимый муж мой, ё-моё. Вы офигели, что ли, там все? А делать ваше платье золотыми нитями или обычными, ваше величество? Смотря какие обычные. Может быть, там шелковые нити из Китая, которые очень дорого ценятся? Тогда возможно. Золотыми. Так, обычными. Так, я думаю, что золотыми надо. Хотя, вот что-то я подозреваю, что давайте золотыми, но все-таки королева. Вот. Так, графиня Иоанна, опять сейчас. Ой, я, я вспомнила, мы вот тут пили с подругами, я вспомнила, что золотые не катят, да? кардинал, предпочитает, предпочел бы видеть вас строгой, но роскошь и блеск прекрасно помогают покорять сердца. Эх, ну вот люди, смотрите, людям-то нравится, ясно. Мне все равно, нам не совсем все равно, ясно. О, еее, мы немножко людей подняли и чуть-чуть церковь. С колен. Будучи монахиней, я гордо веду смиренную жизнь, но за мирскую монету могу рассказать вам секреты церкви. Какая она ушлая? Я заплачу. Ха-ха, я заплачу тебе, ладно. Секрета нам надо, нет, спасибо, нет, я заплачу. Манера, алло? На своей прошлой должности кардина посеял в королевской семье такой раздвор, что королевство Пэла только тсс. Интересно. А другого секрета нет? Нет, слышь, мы оплатить еще не готовы. Интересно. Плезится день вашей коронации, дружащая королева. Позвольте мне рассказать вам об обряде. Так, позволяю. Прошу. О чем? Прошу. Вы сделаете шаг вперед. Два шага назад, тихонько хлопните в ладоши и распылите свои чарующие духи. Вам все ясно? Какой-то странный у вас ритуал. Обычно корону на голову давают при какие-то там слова говорят, наверное. Типа, мол, я обещаю править прям суровой, но красивой рукой. Вот с такими кольцами шикарными. И еще бы. Это слишком странно. Это слишком странно. Я согласен. Черт возьми. Королевские... А, мне дали, короче. Чарующий аромат королевской власти. Помогают покорять сердца. Так, отлично. Нам дали королевские духи. Когда, кстати, там уже коронация? Я 7 лет уже, кстати, правлю. Да, 7 лет уже могли бы меня уже дважды убить, отравить. А я еще пока не на коронации. Гип-гип, ура! Пора официально короновать нашу новую королеву. Она, конечно же, проведет обрет коронации. А музыка какая, а? Прямо при дворе себя чувствую. Та-та-та! Тарататули! Готово. Что? Готово. Не беспокойтесь, это просто формальность. Ну же. Ваше величество, сделайте первый шаг. Так. Вперед. Назад. Вперед. Да. А пока все хорошо. А теперь... Такое отец чувства, что меня пытаются в ловушку какую-то загнать. А теперь четыре шага назад. Два шага назад. Да, да, да. Да, хорошо, очень хорошо. А теперь вы должны тихонько хлопнуть ладоши. Громко хлопнуть. Тихонько хлопнуть ладоши. И, наконец, распылите духи. Пусть все услышат ваш царственный запах. Что? Как? Подожди, а как? А, инвентарь. Так, выбрать. Я вдохнул этот аромат сам. И понял, какой я очарующий. О, моя королева. Как вы совершенны. Как вы прекрасно все сделали. Мои глаза горят. Вот как вы... Вот как я очарован. Что ж, спасибо. Я могу идти? Что ж, спасибо. Та-а-а. Мана-мана. Тип-тиш-тирирым. Мана-мана. Ти-ти-ри-рин-тин. Мана-мана. А, ладно. Ти-ти-ти-рин-ти-рин. Ти-рин-ти-рин-тим. Ти-рин-тим. Как будто колдовство бывает доброе вообще Колдовство Бывает магия, волшебство, оно доброе А колдовство, оно всегда злое Избегайте их Так, хорошо Не, я хотел бы колдовство познать Блин, мне кажется, что я сейчас Я как-то боюсь, знаете, я типа Нет, я когда против, я все время воинственно настроен Мне надо наоборот армию уронить Я говорю, хорошо Король Потакает вашим девичьим прихотям Но вот вам крест Вы не сунетесь в дела церкви Властная женщина нам ни к чему Так, 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 само собой Так Хе-хе, крест Коломбур А цветом бел Так Так, само собой Во-во-во, отлично Мне надо уронить немножко Надо уронить немножко власть Власть, эту мощь свою Одна из башен излучает Странный свет Может ли она означать Присутствие демона В нашем чистом доме Ха-ха-ха В нашем чистом доме демон Демон уборки Определенно Так, подождите, определенно Это значит то, что мы сейчас пойдем Сейчас каким-нибудь крестовым походом Отмороженным Да, я чувствую В нашем чистом доме Ну и жуть Эта башня пустует уже много лет Кроме того, кто-то должен отправиться туда И все разузнать Так Хорошо Сделайте это Ха-ха-ха Сделайте Нет, 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 нет У меня там упали люди Я думал, что сейчас мы его отправим Он, короче, понизит мне меч А людей прибавит А нифига Короче, какой-то кидалово Тут пока непонятно Где моя собака Которая мне подавала пожрать гриб Чтоб я видел значение Я хочу тоже такой гриб здесь найти Он с опаской крадется Вверх по лестнице Некоторое время спустя А, мы походу нашли Эту какую-то жрицу Нет? Жрица, нет? А, здравствуйте Я дворцовый врач По крайней мере Мне так кажется А вы кто? Ха-ха По крайней мере Я не знаю Я изучал медицину Восемнадцать лет По-моему А может и нет Ха-ха Может это была не медицина Это очень странно Королева Вы не знаете? Но она, возможно, в бажне прожила столько лет Королева О, простите, ваша светлость Видимо, я провела в заперти В лаборатории Очень Очень много времени И насколько много С возвращением Так, 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 так Подожди С извращением Ни с каким не извращением И насколько много Ну, я питалась Образцами из банок И различными жидкостями И вот я готова Положить начало Новой эры Научной эры Звучит неплохо Ха-ха Человек, который питался Непомечим И, возможно, даже Сошел с ума Конечно, неплохо Звучит неплохо Так, мы, кстати, хорошо Выровнялись, ребята Мы идем вообще отлично 11 лет всего лишь По-моему, кстати Вот эта часть игры Посложнее, чем предыдущая Так как-то все так Быстро, быстро, быстро Мы сразу много лет пролистали А тут прям нет Миледи Я так долго служила Вам верой и правдой Могу ли я попросить Вас об одолжении Само собой Так, умоляйте Сколько хотите Так, само собой Где обоспусть меня Меня Меня, меня Я ладно помогу Прошу Позвольте мне Позаимствовать Королевскую печать Что? Печать? Мой бедный брат В церковной тюрьме И так Живет помилование Так, так, так Само Подожди, подожди Подожди, подожди А за что он сидит? Ха-ха Может, его посадили За что он убил Прошлого короля Или Что-то Заговоры плел Я так-то в принципе Ну, она же свой человек Ей надо помогать Я считаю, что мы можем Как в принципе И все политики Себе не ведут Да, они типа Своих выгораживают А чужих садят Само собой Так Некоторые королевские регалии Исчезли И оказались Среди бога Церкви Причастна ли К этому Графиня Иоанна? А причастна ли? Нас что, воровали? Мы, короче, освободили Братана А, мы дали ей печать А на самом деле Она нас просто обнесла Да, неплохо так По баблу Я понял, короче Запах грязи Стоящий в воздухе Сердце требует мяса Как же Как же охочиться На охоту Вы ведь отпустите меня, дорогая Так, только давай не на кабана А то я знаю К чему это все приводит Обычно Так, а как насчет Меня? Езжай Моя королева Моя королева Король был ранен На охоте Это ужасно Опять бухали Походу на охоте Там кто-то стрельнул Не туда Кто за это в ответе? Мне все равно Так, кто за это в ответе? Так Королевского егеря Вызывают во дворец Пусть все объяснит Какой красавчик-то Посмотри Усы какие накрученные Для меня честь Быть представленным вам Моя королева О вашей красоте Слагают легенды Но вижу вы еще прекраснее Эх, ты-то ладно Что вы бросите, сир Ха-ха-ха Прям засмущалась Что ж, спасибо Молчать! Лизаблюд! Не, ну он все правильно говорит Он же, в принципе, это Хорошие манеры называется А не Лизаблюд Это хорошие манеры Да, миледи Король поправится Его героические устремления Оказались выше Его королевских возможностей Только и всего Не намекаешь ли ты, что ты хочешь стать королем? Ха-ха-ха Это его не красит Ха-ха-ха Я даже не знаю, что выбрать Какой-то странный ответ Люди растут Нет, мне не надо Ха-ха было делать Вы выхаживаете больного короля Вскоре он забывает о растяжении О растяжении Реально Он себе ногу потянул Я сладил с коня, моя любимая И потянул ногу Во всем виноват егерь Казнить его Что это было? И возвращается К прежнему образу жизни Ну ладно, окей Хорошо Король странный Вы позволите мне Снова позаимствовать Харьковскую печать Надо проштамповать Кое-какие бумаги Я тебя сейчас проштампую Что именно? Графиня Иоанна В последнее время Ведет себя странно Графиня Иоанна Ведет себя странно Графиня Иоанна Ведет себя Надо будет заказать Эту песню Чтобы министрель Исполнил ее на балу Ваше дражающее величество Я ваша смиренная подруга Снова прошу вас Печать короля Ради блага этого государства Слышишь ты? Стража! Стража! Не бьет меня Что? Ну почему? Я ведь служила вам верной и правной Разве не так? Как часто я вам помогала? Да ты постоянно забывала Я когда уже все сделала Понимаешь? Ты потом мне говоришь под руку Как будто троллит меня Знаете? Типа я А дело красное Я вышла Она же видела Что я в красном выхожу Потом такая Ай да я забыла Надо было в зеленом Сразу надо было по щам ей И в тюрягу сразу же Королева Подставляшь Я требую объяснений Признаю Я относила печать к кардиналу По его просьбе Будь осторожна У него много сторонников Церковь восстанет Но не в мою смену Убирайтесь Повесите ее Так-так Нет-нет-нет Нет-нет-нет Нельзя вешать Мы можем ее использовать Она как бы Кардинал ей доверяет Отчасти Но мы-то теперь знаем Что Эхе-хе Кардинал устроил Тут хитрые игры Так что давайте-ка Убирайся С глаз моих Графиня Иоанна Отправляется в изгнание Но церковь не признается В своих преступлениях Нам этого и не надо Мы-то знаем Проницательная Вот такая вот Мне так Мне так Мы, кстати, так и назвали Лотоя проницательная Я даже пронизывающая Наверное, лотоя буду Я буду пронизывать Всех врагов своих Его величество Пригласил на банке Двух враждующих лордов Будут биться на дуэли Все разнесут Что делать? Что вы предлагаете? Что ж А что вы предлагаете? Да Никто не посмеет Проливать кровь В присутствии кардинала Ну тогда вам придется Его пригласить Да нам, походу, и так Придется его пригласить Он же потом узнает Сказать, а почему меня не позвали? Я же кардинал Пожрать на халяву Что-нибудь еще Так и сделаете Блин, у меня падает Моя сила Мне это не очень нравится Ваша новая корона Очаровательна Давайте устроим бал В честь вашей коронации Удивим дворян Так, конечно Но если мы сейчас бал Устроим там Не сейчас То мы денег Профукаем Очень много Не сейчас Знаю Сегодня у вас гости Из Восточного Королевства До моего Очень больна Не могли бы вы Прочесаться сами Что? А не офигела ли ты? Вообще наглая дама, да? У меня гости важные Она мне говорит Иди причешись сама Ты оборозила, что ли? Корома! Не требует отлагательств Пожалуйста, давайте устроим бал В честь коронации Пожалуйста, пожалуйста И я, и другие девушки Как на иголках Бал как на иголках А мне платить Вы что такие странные-то? Я тут, понимаешь, должен башлять Ну давай, хорошо, попляшил О, и музыка сразу пошла Я приглашаю вас на танец Тру-пум-пум-пум-пум Давайте мазурку замочим Вот это да Сегодня бал в честь коронации Прекрасная идея, моя королева И ваши фрейлины красавицы Как на подбор Ну да-не Ха-ха-ха Да-не Согласна А как насчет меня? Ха-ха-ха-ха Какая наглая, ты посмотри Типа выклянчивает комплиментусы Давайте, а как насчет меня? Понял, стой А, мне не удержаться Ноги сами опускаются в пляс Раз-раз-впляс Мне нравится эта игра, кстати Она крутая Она какая-то такая чудная Ну, первая часть не такая была чудна Как вот эта Это вообще очень странно Это еще страннее, чем предыдущая, мне кажется Так, остаться истинной леди Повеселиться В принципе, мы можем повеселиться Мы народ тогда повеселим Наверное, церковь будет недовольна Потому что мы, как бы, ну сами понимаете А так церковь будет довольна Нет, давайте мы в пляс В пляс О, язычники Это кто такая? Лис Новые карты Лис Лис зашибись Простите Подарите этот танец мне, ваше величество Ох ты жаркая Почему бы и нет? Так, так, так Кто вы? Кто вы? Кто вы? Она берет вас за руку И подходит почти вплотную Что-то нашептывая Лесная госпожа велела мне Поведать вам о заветах матери всего сущего Стране нужна такая королева Как в древности Так, интересно Так, ну я понял, короче Если мы сейчас согласимся Кто вас впустил? Если мы согласимся, народ будет рад Потому что народ за... Все-таки он язычник А церковь, естественно, будет не рада Но с кардиналом мы и так не владах Да-да-да, ты Ворующий печати Королева должна подавать Народу пример Веры в господа Советую вам почаще Демонстрировать свою набожность Согласна Так Так, так А, мне все устраивает Ха-ха, такая кора А, полевай Пуш Ваше величество Тут у нас Какой-то бедняк Он просит Королева принять его А почему likewise Почему у меня значок внизу Овна Появился До этого же не было, да? или был всегда. Пусть войдет. На балу-то, бедняк. Ну, наверное, это пророк какой-нибудь. По-любому, да, пусть войдет. Паг. Его зовут Паг. Ваше величество. Ваши солдаты устроили скачки на моем поле, и все мои посевы потоплены. Генерал? И что? Генерал? Генерал? Это мой генерал. Это мой генерал, реально. Как он прикольно разговаривает. Полон. Генерал Полон. Для меня это вопрос чести, моя королева. Я никогда, я нисколько не горжусь действиями своих солдат. Вы должны извиниться. Так. Так, я заплачу фермеру. Вы что? Так, я должен... Так, вы должны извиниться. Нет, давайте заплатить. Что там ваше извинение? Ну, если он заплатит, там армия сразу же падет, короче. Блин, давайте. Вот так. Так, все вроде довольны. Генерал Полон кланяется фермеру. Кажется, фермер вполне удовлетворен. Да, плевать, что я буду... Плевать, что я буду голодать всю свою жизнь оставшуюся. Оставшиеся полгода. И зима у вас вот близко. Зато как генерал поклонился. Конечно же. Вы вправду, мадрэ. Я буду большон, если вы позволите обращаться к вам за советами и в дальнейшем. Ха-ха. Конечно. Я буду работать еще больше. А, типа, я буду работать еще больше? Конечно. Котейка! Ура! Котейки всегда прекрасно. Рекси его зовут. Вы... Серьезно, Рекси? Вы кота назвали Рекси? Вроде для пса это имя больше подходит. Погладить ее. Ты что, дьявол? Ха-ха. Мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу. Мяу. Погладить ее. А-а-а. Погладить нельзя было. Она почему-то по-прежнему вам недоволь... Вами недовольна. Это ж кошка, как она. Она всем недовольна всегда. Давай. Я выбрал лорда в мужья для внучки моей тетушки. Устроим роскошную свадьбу. Или достаточное обвенчание в церкви. Пишите вам. Денег у нас нема. Точно не роскошную свадьбу. Но церковь довольна этим, да? По-любому довольна. Вы ожидали чего-то большего? Простите, моя королева. Но наша вера истина. Обучись скромны. Миленькая. Мрак. Давайте на чистоту. Мы не из тех королев, что всецело преданы науке. Вы ведь увлекаетесь моей? Немного. Мне пора. Немного. Я бы поувлекался магией, если честно. В общем, я тут составила каталог редких растений. Но некоторые из них опасны. Можно ли мне все равно заказать семена? Так, конечно. Так, заказать семена. Прошу прощения. Если, получается, мы согласимся, то, возможно, мы потеряем и деньги. Тогда, возможно, и люди будут недовольны. Возможно, все будут недовольны. Растения лучше избегать. Так что будем делать? Растения лучше избегать. Может, лучше избегать? Что-то тут как-то опасно. Мне кажется, тут все сейчас как упадет у меня. Как упадет? Ну, конечно. Вообще все в хлам. Да нифига себе, там же чуть-чуть было нарисовано. Хотя там непонятно было, как было нарисовано. Госпожа Мнемония заканчивает работу над каталогом. Он получает восторженные отзывы. Пока одна из волшебных семян не прорастает, и буйные лианы не душат всех обитателей дворца, включая вас. В смысле пока? А, пока не душат? Так вроде душат, уже видно, что душат. Включая вас. Я же вижу, что душат. Как не душат-то? Блин, это круто было сделано. Неожиданно и круто. Я думал, мы умерли, и все. Мать всего сущего. Это мать с нами соединилась, всего сущего. Представляете? Мать всего сущего с нами. Мать всего сущего. Наверное, сейчас скажет дитя, да? Да. Дитя. Здесь. Не бойся. Я мать всего сущего, дарующего жизнь всему и всем в этом мире. Ну, я могу. Вау, 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 вау. Это норма? Это нормально для этой игры? Вау. Это сделано очень крипово. Да. Твое тело мертво. Но дух продолжает свой путь в теле следующей королевы этих земель. Воу. Знаю, это больно. Но не испытав боли, не обретешь истинной силы. Заслужи мою корону, и я исполню все твои желания. Позволь преподнести тебе дар в честь начала твоего пути. Книга твоей славы, которую тебе еще предстоит написать. Что-то мне кажется, все-таки табак. А может быть и нет. Пустая книга заклинаний. Загадочная книга, которую вы получили в своем видении. Она абсолютно пуста. Нас. Ох, как же я люблю тебя, дочь моя. Ваша королева умерла. Лучше еще 24 года у власти. Блин, это было круто, вы знаете. Прям вообще круто, круто. Это было вообще прям обалденно. Так, встретить путешественника какого-то. Призвать на службу купчиху. Восстановить механическую сову. Было вообще обалденно, ребят. Лично мне очень понравилось. Было классно. Надеюсь, вам тоже. Особенно вот эта мать. Вообще она пришла там вовремя. Мать ее. Вообще классно было. Действительно, игра завлекает, увлекает. Это было интересно. 3 из 26 смертей мы с вами открыли. Я думаю, дальше будет еще прикольно. Если вы хотите, конечно же, продолжение, не забудьте пролайкать это видео. Конечно же, прокомментировать его. А также поделиться с друзьями. Добавляйте плейлисты. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Подписываться, конечно, не забывайте. Ну и смотрите в описании. Там есть ссылки на другие прохождения. Оставлю прохождение, ссылочку на предыдущую часть. Так что тоже можете ее посмотреть, полюбоваться и по... Угорать, может посмеяться или понаслаждаться. Естественно, если будет достаточно просмотров, будет достаточно лайков, я продолжу снимать это видео. А с вами был Станислав. Я всех вас крепко обнимаю. Целую, люблю. Увидимся в новых приключениях. Всем пока.